Всем привет, друзья! С вами Болтарес, и сегодня у нас новенький инди-хоррор. Настолько новенький, что он находится в ранней стадии разработки. И разработчики стараются сделать всё возможное, чтобы играть стало интересно. Ну что ж, попробуем, посмотрим и постараемся дать какие-нибудь дельные советы, чтобы получилась из говна конфетка. Альфа-версия 1.01. Это игра под названием Survivors Why the Last? Вай или Виху, я знаю как его правильно. В общем, ребята, нам предстоит выжить. Здесь, насколько я понимаю, разные карты, где-то что-то нужно найти, где-то что-то подкрутить, налить, залить, убежать, обоссать и так далее. Кооперативчик имеется. Можно играть вплоть до четырёх человек, но мы будем играть соляного, как обычно. Что нужно делать? Ваша задача провести обряд экзорцизма, чтобы уничтожить демонов. У вас есть начальные предметы? Используйте их. Чем больше вы находитесь вместе с демонами, тем больше и сильнее они становятся. Компас помогает ориентироваться в пространстве, флэш-файер отгоняет демонов, анаболику ускоряет игрока, рация помогает обнаружить паранормальную активность. Хм, классно. Выбор карты. Есть амбрасивка, скорее всего, это название дерев... А, чё, и всё, что ли? И больше нет карт? Нихуя себе, не понял. В стиме в описании было сказано, что там куча карт, можно там, блядь, играть... Не наиграешься, заиграешься до смерти. А оказывается, всего лишь одна карта. Ну, хорошо. Описание карты. Небольшой посёлок в Кокраине. Здесь культисты вызвали демона под именем Вий. Теперь он по всей планете набирает армию демонов, чтобы уничтожить человечество. Ваша задача провести обряд и остановить зло. Всё понятно. Короче, у нас есть компас, по нему мы ориентируемся, куда мы пойдём. У меня есть флэш-файер, чтобы гонять демонов. Анаболика ускорится и очень-очень быстро бежать так, чтобы пятки сверкали. И рация помогает обнаружить паранормальную активность. Хорошо, а фонарь-то у меня вообще есть? Обычный нормальный человеческий фонарь. Чтоб я видел, куда я иду. Наверняка же ночью будет всё это происходить. Окей, мы на карте. Вот, пожалуйста, всё имеется. Берём. Так, рацию взяли. Нажмите Т, чтобы включить фонарик. А чё ты? Да, фонарь у неё... А почему не Ф-то? А что на Ф тогда у меня? А как я должен вот это всё брать? Нажимайте пробел, чтобы... Подождите. А что вообще в этой игре с управлением? Почему пробел бежать, а не shift? Почему фонарик на Т? И почему эти предметы не берутся, я не понимаю. На какую кнопку в этой игре я должен брать предметы? Просто рация, она как-то сама... Ну, слушайте, я не знаю. Может быть, просто пока нельзя мне этого брать. Давайте попробуем пробежаться. А, серьёзно? То есть, получается, должна быть вот такая вот дрочь? Понимаете, ребят? Я не зажимаю пробел. Чтобы бежать, я должен постоянно вот так вот дрочить. Вот, слышите? Я хуярю по пробелу. И я бегу. Классно. Очень удобно. Зачем это было сделано? Теперь я понимаю, почему у нас пробег не на shift, а на... Бег на пробел, а не на shift. Потому что на shift это было бы слишком сложно. Помогите! Где я? Не ходи туда, здесь слишком опасно. Есть поле, есть болото, детская площадка, дом лесника, электростанция и небольшой остров с маяком. А где я? Ну, скорее всего, где-то здесь. И вот на развилке. Нужно, короче, дойти до развилки и пойдем на детскую площадку. Детская площадка, значит, там должно быть страшно. Да, вот мы на развилочке, идем, значит, направо. Хорошо. Как это работает рация, я не представляю. Я вижу какие-то цифры. Там что-то 17, 20, 24, 19. Вот, 30-очка как-то мелькнула. Как я должен вообще что здесь понимать, не знаю. Ну, вон там вдалеке есть круг. Давайте в него встанем. Кто не смотрел, ребята, фильм Ви, я имею в виду еще тех самых времен, когда многие из вас, да, и, собственно, еще не родились, то можно было стоять вот в таком вот кругу, очерченном мелом, и никакие демонические силы вовнутрь не могут пройти. Так что будем считать, что это безопасная зона. Хорошо, бежим дальше. Сейчас мы добежим до следующего круга, и я зайду в управление. Потому что, серьезно, но постоянно тыкать на пробел, это вообще не прикольно. Я посмотрю другие клавиши, потому что мы ничего абсолютно не взяли. Я не взял ни компас, ни флэшфайр, ни анабольки. Все, я выдохнулся, да? Допустим, у нашего есть героя выносливость. А почему эта самая выносливость нигде не отображается? Серьезно. Я же должен как-то силы... Как-то силы рассчитывать, когда на меня зло будет нападать. Ну пока абсолютно нихуя не происходит. Мы куда-то бежим, бежим, по идее я уже давным-давно должен... Тихо, тихо. Что за хуйня там, блядь, сзади? Или это мои звуки шагов отстающие? По идее я уже давным-давно должен был наткнуться на детскую площадку. Где она? Очень темно. Настолько темно, что даже звезд почти не видно. Опять выносливость кончилась. Что за дела? Хорошо. Можем бежать дальше. Ничего не происходит. Абсолютно ничего. Так, какие-то деревья, кусты по бокам и более нихуя. Замечательно. Я вижу круг. Вот здесь мы сейчас и сделаем остановочку. Может, я не знаю... Ну, серьезно? Ну, кто там, блядь, за мной идет? Откуда эти звуки шагов? Уважаемые разработчики, чтобы сделать игру лучше, знаете, много не надо придумывать. Достаточно просто сделать, чтобы в нее было приятно играть. Чтобы техническая часть была... Так, что там? На высоте. Что-то белое мелькает. Это чьи-то глаза? Смотри, там белая точка мелькишит. Хорошо. Заходим в настройки по видео. Ебать, у меня тут все на ультрах стоит. И все, что ли? Автосохранение, автопринять. Звуки. А где звуки? Почему я не могу зайти в настройки звуков? Это настолько ранняя версия игры, что звуки еще не завезли. Звуки, видимо, где-то со звуками шагов до нас бегут и не могут нас нагнать. Ну, хорошо. Идем дальше. Как вы понимаете, управления здесь никакого нет. Ни посмотреть управление нельзя, ни его настроить. Что вот это вдалеке за белые точки? Блядь! Я понял. Нахуй иди. Не догонишь, не поймаешь. Достижения мы получили. Все, я в круг встал. А что, они мне не стали? Преследовать. Подождите, это так неинтересно. Я хочу, чтобы они бежали за мной и пытались меня... Я не знаю, что обычно делают скелеты с людьми. Сожрать? Ну, смысл какой. У них там кроме костей ничего нет. Чем они будут переваривать? Мое нежное мяско. Давай, 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 иди. Ой, как он медленно бегает, слушайте. Ты бежишь? Давай, 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 не отставай. Почти до круга дошли. Я хочу посмотреть, как это работает. Верна ли моя теория? Хоть зайдешь сюда. Видите, ребята, он просто обоссался и убежал. Куда я должен идти? Где эта детская площадка? Подождите, а может быть они и охраняют детскую площадку? Может быть это дети? Точнее, то, что от них осталось. Ладно, я попробую его пробежать, потому что не такие уж они и опасные, и быстрые. Самое главное, чтобы не кончилась у меня выносливость, чтобы я хотя бы как-то от него оторвался. Но сердце стучит. Где-то там далеко. О, еще одна развилка. Окей. Идем направо. Хорошо, что разработчики не додумались ввести батарейки для фонарика. Потому что если бы у нас кончились они, вот что мы бы видели. А точнее мы бы не видели ни хрена. Какое-нибудь строение хоть будет вообще? Нет для... Опа, я куда-то вышел. Для разнообразия-то. Смотрите, там... Ага, я понял. Когда, получается, мы задираем голову и смотрим куда-то в темноту... У нас немножечко... Ну, вы поняли, да? Как это бывает? Когда из темного помещения выходишь на свет, тебя слепит. А тут наоборот. Вот смотришь в темноту и ни хрена не видишь. Ну, слушайте, получается, я пробежал... Чего, блядь? Секундочку. А где моя рация? Я только сейчас заметил, что она пропала. Ну вот, я дошел. Я дошел до демонов. Но это и было понятно, потому что ни одного круга здесь нет. Спасения не будет, ребят. Я должен провести обряд. Мне написали в самом начале об этом. Именно за этим я был послан... Непонятно, правда, кем. Но факт остается фактом. Я должен провести обряд. Где я его должен проводить? Где инвентарь мой? Где кадила? Где травы? Вкусно пахнущие и так далее. Где это все? Может быть, я в машине оставил? Так, блядь, там ни с чем взаимодействовать не мог. Ладно, мы просто идем по тропе. В надежде, что на кого-нибудь сейчас напоримся. Нас въебут. И я начну игру заново. Я попытаюсь взять все эти предметы. Ну, как бы, не знаю. Хотелось бы для начала просто взять компас. Да. Да-да-да-да-да. Я вас слушаю внимательно. Где вы? Кто вы? Никого нет. По-моему, в Стиме даже не было отзывов на эту игру. Потому что она вот-вот только вышла. Поэтому не знаю, как там. Мы, может, захуесосили уже. Мы писали, что полное говно. Ну, пока у меня такое впечатление и складывается. Мы уже практически 10 минут идем по лесу. И абсолютно ничего не происходит. Я не могу никуда прийти. Ну, серьезно. Ну, если есть тропа, то она по-любому должна куда-то привезти. Я уж не думаю, что мы должны куда-то хуярить по траве. И где-то там что-то... Ну, давайте попробуем, хорошо. Пойдем в лес. Интересно, что это, блядь, залез с такими толстыми гигантскими деревьями. Это какие-то, блядь, секвои, что ли? Ну, я заблужусь. Потому что в лесу можно очень легко потеряться днем, а ночью, ну, как бы, сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет. Да, это полный пиздец. Давайте... Слушайте, а если я отключу фонарь вот так? Давайте подождем и послушаем. Никто меня сожрать не хочет. Хорошо. Выходим в главное меню и начинаем еще раз заново. Найти игру, создать лобби. Ну, я не думаю, что это как-то повлияет. Я вроде русский ставил. Ну, будет нас, допустим, двое, трое, четверо. И мы просто вчетвером будем точно так же бежать по тропе и нихуя не найдем. Так что в одиночной игре это по-любому должно быть. Ну, я имею в виду все вот эти вот рабочие моменты. Запускаемся еще раз. В чем проблема взять... Так, что такое? Так. Нажмите Т, чтобы включить фонарик. Секунду. Секунду, ребята! Я вообще ничего не могу сделать. Я кручу мышку, у меня нет обзора. И я нажимаю на кнопки, и нихуя не работает. Я даже на Escape нажимаю, и ничего абсолютно не происходит. Я тогда сейчас Alt F4 нажму, попробую еще раз запустить. Этот продукт в раннем доступе. Окей, третий запуск прошел удачно. Я могу видеть, я могу осматриваться. Так, не торопимся. Пусть игра к нам привыкнет. Может быть, я просто ее спугнул. Не знаю, я не думаю, что я уж такой страшный, отвратительный. Просто постоим и посмотрим на все вот эти вот надписи. Нажимайте пробел. Да, все, я могу бежать. У меня есть фонарик, мы его взяли. Подключаем. Аккуратно подходим к машине. Аккуратно. Нажимаю на левую кнопку мыши, нихуя не происходит. На правую ничего не происходит. Просто хожу вокруг. Вот. Нажал на E, взял рацию. Отлично. Подходим точно так же к компасу. Вплотную. Смотрим на него. Нажимаю на E. Ничего не происходит. Абсолютно нихуя. Как будто бы я к нему и не подходил. Как будто бы его и нет. Причем очень странно. Лежит компас. И стоят пилюли. И почему-то пилюли подсвечиваются, а компас нет. Рация тоже не подсвечилась. Но при этом я ее взял. Ничего, ничего, ребят, не происходит. Я не могу это взять. Я и на левую, и на правую кнопку мыши нажимаю. И на F, и на E, и на Q, и на Shift, и на Alt, и на Ctrl, и на Tab. Я пережимал все клавиши, ничего не работает. У меня два варианта. Либо эта игра настолько сырая, что, собственно, нахуя было вообще ее выкладывать и тем более уж продавать за деньги. Причем немалые. И если я не ошибаюсь, эта игра стоит 300 рублей, но сейчас они на по скидке. Может быть ошибаюсь. Ну, короче, сотка точно там была. Можно же 150. Вот. Либо, либо все так и задумано. То есть у нас пока есть только фонарик. И у нас есть рация. То есть, может быть, мы должны сначала найти кого-то. Или что-то. А потом подобрать все эти предметы. Хотя нет, подождите. Четыре предмета. А что если, такая мысля, эта игра рассчитана именно на четверых. И каждый игрок должен взять один предмет. Такое может быть? Вполне. Ну, хорошо. В этот раз мы сейчас пойдем налево. И проверим мою следующую теорию. Если каждый игрок может брать только один предмет. Тогда мне придется еще раз заново запуститься. И подходить уже не к рации, а к другому предмету. Например, к компасу. А лучше вообще к сигнальной этой ракете. Ну, и сейчас мы идем налево и попробуем что-нибудь найти. Все, выносливость кончилась. Ну, я надеюсь, что разработчики посмотрят это видео и прислушиваются. Может быть не ко всему, но хотя бы выносливость, выносливость. Можно поставить сюда полоску или нет. Чтобы понимать, сколько ты еще можешь пробежать. Это удобно. И игроки будут вам благодарны. Какую-нибудь маленькую беленькую полосочку где-нибудь там внизу слева или справа. Ну, вот я прибежал к очередному углу. Ну, смотрите, ребят. Что влево ты идешь, что вправо. Вообще, абсолютно похуй. Ничего не меняется. Все та же самая дорога, та же трава. Где-то вдалеке кто-то кукует. Ну, если сейчас мы будем еще вот так вот 5 минут пробежать и где-то там вдалеке встретим скелетов. Ну, это вообще пиздец. О, а такого дерева я еще не видел. Нихуя себе разнообразие. Серьезно, что со звуками шагов в этой игре? Почему я иду, а они-то... Они где-то там меня догоняли. Слушайте, а здесь поинтересней. Вместо скелета какая-то хуйня тут пронеслась. Но мы не будем его искать. Потому что флэшфаер мы не смогли взять. Мы играем, походу, за какого-то слабенького человека, который может носить только один предмет. Рацию. А фонарик это, наверное, у нас где-то на груди висит. Ну все, выносливость опять закончилась. А где, собственно, там самый этот Ви и прочие монстры, которые там на скриншотах были? Это, блядь, еще... Это где-то еще далеко в разработке или что? Ну серьезно, ну 20 минут мы здесь бегаем. Я уже и влево, и вправо сходил. Где-то по левой стороне должен быть домик чей-то. Я уж не помню чей. Домик лесника. О! Забор! Отлично, я нашел. Ребята, что-то мы уже нашли. Вот этот самый дом. И что? Это пила. Там кто-то дышит. Да, в доме кто-то есть. А как взаимодействовать с предметами? Серьезно? Бать. Я понять не могу. Это лесник так храпит, что ли? Но дверь не открывается. В окно я не могу посмотреть. Е, левая кнопка мыши, правая кнопка мыши. Я колесико тут Е ложу. F, R, T. Так-то это я понял. Ну как бы вообще ничего не работает. Ни одна клавиша. Интер может быть. Нет. Можно, конечно, предположить, что эта игра сделана чисто для геймпада, но это бред полнейший. Такое ощущение, что, знаете, ребята с вечера просто пивка ебанули. Возможно, даже с водкой намешали. Ночью что-то набросали такие. О, а давайте, короче, игру выложим. И такие в пьяном угаре. Да, да, точно. Мы с утра зальем эту игру в Steam. Вот. И вот это вот версия альфа 1.1. Вот очень похоже на это. Ну серьезно. Ну где, 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 где хоть что-нибудь? Где экшон? Где страх? Где ужас? Где, блядь, взаимодействие с предметами? Я поглядываю периодически на рацию. Я хочу зафиксировать тот самый момент, когда она проебалась. Когда в прошлый раз мы ходили по правой стороне. Ну что там, блядь, с выносливостью? Ага. Ну смотрите, в этот раз что-то... Нормально, нормально. В этот раз, вон, смотрите, мы уже куда-то приходим. Вот, наверное, вот здесь мы и должны провести обряд. Это вышки вот эти вот, да? А почему они так близко находятся друг рядом с другом? Что за бред? Я туда даже пройти не могу. Здесь просто невидимая стена. Ну, допустим. Я думал, мне сюда надо. Продолжаем брести по тропе. Рация на месте. Никаких помех нет. Ну, вообще нихуя нет. Ускоряемся. У него, если честно, уже немножечко подохуел большой палец. На пробел постоянно нажимать. Во, мы забираемся в гору. С правой стороны, когда мы ходили тоже вверх, что-то произошло. У меня как раз, по-моему, тогда и пропала рация. Ага. Смотрите-ка, опять кто-то тут забегал. Демоны и вурдалаки. И опять кончилась выносливость. Тем временем шла 25-я минута гуляния по лесу. Ничего не происходит. Абсолютно нихуя. Знаете, у меня такое ощущение, что если... Но рация у меня на месте. Если в эту игру поиграют адекватные люди и оставят адекватные отзывы, то эта игра, она не сдвинется. Дальше вот этой вот версии... Понял. Дальше этой версии 1.0.1 она не сдвинется. Ну потому что здесь вообще нихуя абсолютно нет. Ух, там какие показатели. Вы посмотрите. 200, ребят. Показатель 200. Ну это скелеты были. Да, вот скелеты там где-то бегут, 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 бегут. А пошел нахуй, все, я в кругу вошел. Вот и все, гуляй. И по идее сейчас показатель должен у меня упасть. Все успокаивается. Нет. Суки какие, смотрите, бегают, дежурят там. Да я, блядь, по вашим глазенкам вижу, где вы. Хорошо, попробуем от них убежать. Ну, по идее, если я буду идти по тропе, то мы должны просто по всей этой карте сделать круг и вернуться опять к карте. Правильно, правильно. Все, у меня опять кончилась выносливость, пизду. Я пробую четвертый раз запустить эту игру. Одиночная игра. Начать игру. Я попробую сейчас подойти к другому предмету, взять его. А, кстати, нет хуй, смотрите, ребят. Я перезапускаю игру и по какой-то причине я не могу здесь никак управлять. Такое ощущение, что как будто игра у меня в свернутом виде. Ну, короче, ребят, ну вы сами все прекрасно видели. Хуета хуетой. Я не понимаю, за что тут вообще можно отдавать деньги. Какой, блядь, ранний доступ. Сделайте игру, чтобы здесь вообще-то, ну, хоть что-то можно было делать. Хоть, чтобы она как-то пугала. А потом уже выкладывайте ее в общий доступ. Просите за это деньги. Я не знаю, ну, это полное говнище. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Продолжение следует.